наталья так письмо начинается как наталья . видим девушку наталья зовут прошу вас не помочь или это я наталья я юля если что ну наверно наталья прошу вас не помочь моей дочери через месяц исполняется 4 года у нас проблема с садом стоит стоит пойти туда и через два дня серьезно заболевает так уже длится полтора года начали ходить с 2 и 9 поначалу думал адаптации но последнее время стала подозревать что что возможно это психологическая проблема называется психосоматика вот добавлю от себя так как когда мы посещаем развивашки и не ходим сад она не болеет я не объясняла что приду до обеда и всегда приходила и забирала потом думала она из-за меня переживает что скучаю без нее я и говорила что пока ты в саду со мной все хорошо и вот сегодня мне моя дочь говорит мама мне нравится болеть так как я могу не ходить сад ну психосоматика а у на уже гланды собираются оперировать а у нас уже гланды собираются оперировать видимо так как говорят часто болеем спрашиваю и спрашиваю и до этого спрашивала что тебе там не нравится говорит что тебя нет в саду всегда оставалась только на 2,5 часа. Просила, чтобы ее там не заставляли есть, так как поначалу она мне говорила, что заставляли. Но теперь, кстати, все нормально. Недавно пришла с сада и бегом на горшок. Спрашиваю, почему там в туалет не ходят. Говорит, боюсь занятия пропустить. Просила воспитателя не заставлять ходить в туалет, а просто успокоить, что ее подождут. Просьба вроде как была услышана. У нас когда-то была проблема с ровесниками дочери. Когда ей было около 2 лет, ее толкнула девочка. Дочь после боялась детей. Сейчас она не то, чтобы боится, но не играет с детьми своего возраста. Старается играть со старшими. 6 лет и старше. Мой муж недавно поменял работу и постоянно в разъездах. Возможно, это тоже как-то повлияло. Как пошла в сад, стала расковыривать ногти. И дома бывает проскакивает такое. Помогите, прошу. Мне так хочется, чтобы у дочери были друзья. Прошли все эти состояния. Мы с ней все время вместе. Нигде ее не оставлял. Даже с собакой вместе гуляем. Только если дочь не хочет идти, то она мне говорит, чтобы я быстро погуляла и пришла. А она в это время с бабушкой. Когда-то мы гуляли во дворе и пришли девчонки-школьницы. Дочь проявила желание самой с ними познакомиться и играла с ними. А меня вообще домой просила уйти, чтобы она была как те девочки. Но я, конечно, не ушла. Договорились, что я постою подальше. Мне так было приятно, что она общается. Очень хочу, чтобы у дочери все было хорошо. И самой хочется себе немного внимания уделить, найти работу. Сейчас я этого не могу сделать, так как пришлось бы через каждые два дня на три недели брать больничный. Так хочется только самое лучшее дать ребенку. А вот что-то же не то. Что-то я не так делаю. Помогите. Ну вот, читая ваше письмо, мне складывается, что... Наталья, я так понимаю, вы, да? Что у вас тоже тревожный психотип. Тревожно написали. Не поздоровилась. Не поздоровилась. Не поздоровались. Постоянно соскакиваете мысли с одной на другую. Постоянно слово «помогите». Я права? У вас психотип точно такой же. Мнительный, неуравновешенный, тревожный, боязливый. Как еще добавить? Ну, такой же, как у дочери. Если я права, значит, дочь в вас. Да? Потому что дети все по образу и подобию своих родителей. Есть, конечно, исключения, но они единицы. Прежде всего, чтобы изменить ребенка, вам придется измениться самой. Потому что в тревожной, мнительной, в нервозной такой ситуации, в домашней ситуации, рядом с такой матерью ребенок другим не станет. Вот. Вы такая или не такая? Это первый вопрос. Второй. Почему так хочется, чтобы ребенок общался? Задайте себе, пожалуйста, вопросом. Когда ребенку нужно будет, когда она почувствует потребность, что вы надоели и уже хочется расширить круг своих... круг общения, скажем так, тогда она сама пойдет и захочется ей общаться. Это второе. Чем больше вы будете пихать и настаивать на той или иной проблеме, тем дальше эта проблема будет от вас удаляться. Это в любой ситуации, не только в вашей. Будете давить на горшок, горшок отдалится. Будете отбирать сиську, сиська отдалится. Будете что-то еще делать, это будет отдаляться. Оно всегда само придет. Всегда мозг уникальная такая субстанция, которая дозревает до всего сама. Все стадии развития, любой мозг пройдет. Не важно, ущербный он, больной он, здоровый, в каких социальных условиях. Все равно все дозреет и все произойдет. У вас, значит, еще не дозрела эта функция, потребность в общении с другими людьми. Может быть, в силу того, что напугали, а может быть, в силу того, что ей пока достаточно с бабушкой, с мамой, с собакой. Не знаю, нужно ребенка видеть. Теперь с садом, психосоматика ваша. Бывает, да, бывает, что эмоциональный фон настолько зашкаливает по разным причинам. Может быть, и темперамент, может быть, и характер, может быть, какое-то неврологическое заболевание у вас есть. Может быть, вы мнительный, может быть, у вас какие-то переезды, больницы, папа редко дома бывает. Но тут, знаете, бывает, может быть, столько всего, почему вдруг психотип пошел вот по такому типу развития, мнительному, сомнительному, тревожному, стеснительному, боязливому, аккуратному, отстраняющимся от толпы и так далее. Можно много причин перечислять. Но если ваш ребенок... А, ну здесь психосоматика, она заболевает, и все. Тоже напишите, пожалуйста, ответьте встречный вопрос. Когда вы отдаете ребенка в сад, что ревет прям? Прям от вас отдирают? И пока 2,5 часа там находится прям так плохо ребенку, и мам, скорее меня забери? Или она не рыдает? Если она не рыдает, это не может быть психосоматика. Психосоматика, она идет тогда, когда прям вот ребенок совсем на измене. Когда ночью страшные сны уже про детский сад снятся, когда вздрагивает, когда какие-то тики пошли, какие-то нарушения в поведении пошли, навязчивое движение. В сад вы идете ревете, из сада вы идете ревете, в саду она ревет. Вот тогда пойдет психосоматика. Может быть, вам микробаланс свой проверить у ребенка, сдать анализы на все микроэлементы и посмотреть, почему ребенок так часто болеет. У нас же внутри есть вся таблица Менделеева. Если от рождения или в силу питания, или в силу экологии того или иного микроэлемента не хватает, калия, фтора, натрия, магния, марганец, чего там еще, кобальта, меди, или много, или мало, соответственно, внутри ребенка все обменные процессы будут нарушены. И это будет и в болячках, и в аллергии, и в бронхиальной астме, и в диатезе проявляться, и волосы плохо растут, ногти ломаются. Но это ближе уже к взрослым, детей это не касается. Соответственно, задержка психоречивого развития идет, психосоматика вот эта вылезает. Может быть, вам анализ дать, проверить ребенка, почему так часто болеет. Вот, в общем, два пути вам следования. Если ребенок рыдает в саду безостановочно, то да, я делаю вывод, что это психосоматика. Тогда таких детей нужно снимать с сада, либо искать няню, идите, пожалуйста, на работу, или сажать бабушку, идите на работу, либо это в какой-то частный детский сад, где камерная группа, повышенные индивидуальные внимания к ребенку, и он себя будет чувствовать легче, спокойнее, и все это адаптация, опять же, поход в сад будет легче. Если не рыдает, не плачет, и все хорошо, значит, проверяем физиологию, почему ребенок так часто болеет. Вот. Как проверить микроэлементный баланс? У нас в Москве есть на земляном валу 46 профессор Скальный и его клиника, где по волосам, проверяем ногтям, ну, первым делом волосам, если в волосах волосы, все полностью нашу картину внутреннюю показывают, если в волосах ничего не обнаружат, тогда вас пошлют на ногти, но, как правило, в волосах все обнаруживают. Срезает у вас какой-то определенный пучок волос, и 10 дней вы ждете ответа. Вот. Если вы в другом городе, вы можете волосы сами срезать у ребенка, вам скажут там на сайте или по звонку, как это сделать, положить это в бумагу, почту, и отправить тому же Скальному. Вот. Через 10 дней у вас будет полная таблица Менделеева, включая яды, жизненно необходимые элементы, второстепенные, ненужные и так далее. И уже по этим результатам вы получите очень обширную, развернутую консультацию, где вам будет сказано, что у вас не хватает этого, это влияет на это, где у вас многое ухудшает вот это и скорректирует это все БАДами, витаминами, минералами, все это скорректирует курсом каким-то медикаментозным и встанет все на место. Может быть, это, опять же, я не врач, это я вот чисто предполагаю. Вот. Спокойная ли семейная ситуация в семье тоже надо предпринимать, предполагать, тоже учитывать. Бабушка, может быть, у вас истеричка, может быть, давит сильно на ребенка, может быть, у вас с матерью, ну, не знаю, ваша мама, это не ваша, с бабушкой, разность или воспитание на ребенка, может, поэтому она тревожится. Ну вот, говорю, чем нам, мне лично, это плохие вот такие вот вопрос-ответы, что иногда мне бывает мало информации, хочется задать встречный вопрос, а вас нет. Ну вот, накидала все, что было в голове, выбирайте, что вам подходит, что нет. Но вот по стилю письма, первое, что приходит в голову, возможно, что вы с таким же психотипом, и чтобы исправить ребенка, в первую очередь, нужно вам исправить себя. А это ауттренинг какие-то, сама с собой разговаривание, выстраивание приоритетов, что вам важно, в какие моменты вы нервничаете, а в какие не нервничаете. То есть это, ой-я-я, работа с собой. Не справляетесь, значит, психотерапевту взрослым на 10 дней занятий на курс, чтобы баланс у себя найти. Так, ладно, это ставим метку ответила. Это у нас была, так предполагаю, Наталья, 10 ноября.